В боевой учёбе, в спорте, один путь к мастерству. Преодолеть себя, выстоять, не дрогнуть. Покорить вершину, которая ещё вчера казалась недоступной. Кто-то скажет, глядя на эти кадры, ну вот опять будут слова. А время, перестройка требуют не слов, они требуют дела. Но это тот случай, когда сначала и было дело. 68 спортсменов ЦСКА вернулись из Калгарии, Сеула, олимпийскими чемпионами. Сегодня их чествуют в Министерстве обороны СССР и Главном политическом управлении Советской армии и Военно-морского флота, говорит генерал армии Язов. Дорогие товарищи, с большим удовлетворением хочу отметить блестящее выступление советских олимпийцев, в том числе и армейских спортсменов, на этих главных соревнованиях четырёхлетия. Вы, дорогие наши олимпийцы, продемонстрировали крепость духа, мужество, слаженность, самые высокие бойцовские качества. И за это позвольте вас от имени коллегии Министерства обороны, от всех воинов советских вооружённых сил, чистосердечно поздравить с блестящей победой. Ваши успешные выступления вдохновляют спортсменов армии флота на дальнейшие успехи не только в боевой и политической подготовке, но и в спорте. И если вы сейчас начнёте активно пропагандировать те успехи, которых вы добились, вы вместе с тем в свою команду вольёте сотни, тысячи, а может быть десятки тысяч спортсменов. Веди за собой чемпион. Тебя ждут в частях и на кораблях. Сегодня реально существует два спорта. Один – блеск медалей, цветы, болельщики, рекорды. Другой – массовый, общевойсковой. Тот самый, что солдата делает солдатом. Многие большие спортсмены и выросли из спорта в частях на кораблях. Связь времён. Её живо ощущаешь в музее Центрального спортивного клуба армии. 1923 год. Приказ Реввоенсовета Республики создать в Москве Центральную спортивную организацию Красной Армии. Нарком Фрунзе требует больше в частях живого спорта. Укрепление боевой мощи РКК связано с повышением физической подготовки. Спорту необходимы яркие личности. Сегодня армейские ветераны Сергей Лобастов, Феодосий Иванин, Пётр Степанов – гости и эстафеты на приз газеты «Вечерняя Москва». А вчера сами были её участниками. Здесь, на Садовом кольце столицы, по существу зарождались традиции нашего Центрального спортивного клуба армии. 22 раза спортсмены со звёздами на майках выигрывали эти соревнования. Спорт – постижение себя, своих возможностей. На это уходят годы, а то и целая жизнь. 1952 год. Олимпийский дебют нашего спорта. И первая золотая медаль. Нина Подмарёвой из ЦСКА. Моряк-балтиец Владимир Куц. Бывший тульский гравёр Евгений Гришин. Слушатель Военно-воздушной академии имени Жуковского Юрий Власов. Офицер Виктор Капитонов. Замечательные армейские спортсмены послевоенных лет. Из их судеб, судеб таких, как они, складывалась биография клуба. Чувства всеобщей любви к родной армии переносились и на знаменитую в прошлом футбольную команду ЦДК, неоднократного чемпиона страны. К сожалению, нечего рассказать солдату об успехах сегодняшнего армейского футбола. Но есть в армии и на флоте команды, которыми мы и сегодня гордимся. Жажда борьбы, боевой дух особенно проявляются в соревнованиях. Соперники не из слабых и не меньше армейцев достойны триумфа. Что ж, слагаемые победы известны. Выстоять один за всех, все за одного, как в армии. Ощутить себя единым коллективом и сражаться. Команды ЦСКА по гандболу, волейболу, баскетболу многократные чемпионы страны. Сеул. Встреча баскетболистов СССР и США. Американцы жаждали реванша за поражение на Олимпиаде 72-го года в Мюнхене. Боролись отчаянно. Немалую репту в успех в этом матче внесли армейские баскетболисты, призванные в сборную. Победа была на вес олимпийского золота. Победа не приходит сами по себе, их тщательно готовят. Главный тренерский совет ЦСКА. В его составе опытные специалисты. В жарких дискуссиях, спорах разрабатывается стратегия будущих спортивных побед. Нужен глубокий научный подход, четкая организация тренировочного процесса. Новинки, методики не задерживаются в творческих лабораториях ЦСКА. Они опробируются в войсках, в окружных спортивных клубах. Вопросы совершенствования физической подготовки, массового спорта всегда в центре внимания командиров и политорганов. Постоянно вникает в эти проблемы командующий войсками Дальневосточного военного округа генерал-полковник Моисеев. Армейские спортсмены проводили на базах округа заключительные тренировки перед играми в Сеуле. Им была оказана всесторонняя помощь и поддержка. Тренеры. Постоянное напряжение мысли. Поиск новых путей к победе. Десятки видов спорта развиваются в армии и на флоте. И в каждом свои проблемы. В спорте отсчет времени от Олимпиады к Олимпиаде. Четыре года, как два рубежа. И в этом движении тренерские задачи все более усложняются. Чуть замешкался, рискуешь отстать, проиграть вместе со своим учеником. Каждый шаг дается непросто. Еще со времени Виктора Капитонова идет слава армейских велосипедистов. Будет победа и на этом этапе. На чемпионате дружественных армий вихревые скорости, взрыв эмоций, тактическая игра. Однако серьезные срывы велосипедистов на других соревнованиях говорят о ряде методических и психологических просчетов подготовки. Поиски, сомнения, неумолимая жажда шагнуть за границу неизведанную. Быстрее, выше, сильнее. Впервые олимпийский девиз ростовчанка Тамара Быкова услышала, когда занималась в спортивном интернате. Мечта следовать одному из его слагаемых выше глубоко засела в ее сердце. Чемпионка Европы, затем мир. Что еще? Но все чаще Быкова слышала, твои возможности исчерпаны. Уходи. Нет, как хотите, добровольно, не соглашусь, не уступлю. Мне в жизни радостно и больно. Я верю, мучаюсь, люблю. Она верила и заставила поверить в себя. Бронзовая медаль Тамары в Сеуле была с отливом золота. Спорт есть спорт. И у каждого в нем своя вершина. Восхождение на нее, как модель жизни, посильно только тем, кто не опускает руки при неудаче. В канун Олимпиады фаворитами в прыжках в высоту называли Игоря Паклина и шведа Шоберга. О Геннадии Авдеенко почти не вспоминали. Да и что вспоминать, как срывался, уступал более слабым. Никак не мог нащупать ритм заветного прыжка, о котором мечтал все эти годы. Так было и перед чемпионатом мира в Хельсинки. Говорили о других, а выиграл-то он, Геннадий. Выиграл лейтенант Авдеенко и теперь в Сеуле. Сергей Литвинов уезжал в Сеул с семейным наказом. Возвращайся поскорее с медалью. Дружно просили папу Оля, Сережа, Анжелика и Егорка. Капитан Литвинов и сам восемь лет ждал этого часа. Титулами спорта его не обделил. Двухкратный чемпион мира. Обладатель Кубка мира и Европы. Но не хватало самой главной, золотой олимпийской награды. Фортуна обманчива, но она редко отворачивается от тех, кто не пасует перед трудностями. Сильными становятся не сразу и не вдруг. У победы в спорте и на учениях соленый вкус. Для воина поле – главный стадион. С учебного поля на борцовский ковер вступил бывший рядовой, а на не капитан, Михаил Мамиашвили. От матери украинки он унаследовал крестьянское трудолюбие. От отца грузина – темперамент, богатырскую силу. Сегодня Мамиашвили единственный, кого Международная Федерация Борьбы удостоила своей высшей награды – золотого пояса. Олимпийское золото стало еще одним признанием мастерства. Борьба с соперником, борьба с металлом. Здесь свое измерение. Тонны труда на весах победы. Одна из шести золотых олимпийских медалей отправилась в Целиноград вместе с прапорщиком Анатолием Храпатым. Его биографию еще напишут. И слова постараются подобрать самые яркие. Трехкратный чемпион мира, капитан сборной СССР, теперь олимпийский чемпион. Командир и солдат, тренер и спортсмен. Как в альпинистской связке должна быть абсолютная уверенность друг в друге. Вот так, смелее вперед. Выходя на поединок, лишь превзойдя себя, ты можешь рассчитывать на успех. Армейский бокс переживает сегодня нелегкие времена. И в боксе, и в других видах одна из самых острых проблем – резервы. Сейчас мало имен, которые притягивали бы ребят в армейские школы. Что говорить, свои надежды в Сеуле мы связывали с молодежью. Однако побед не было. В решающие моменты боя не хватало воли, мастерства. Это урок на завтра и спортсменам, и тренерам. Нельзя, чтобы прервались традиции армейского бокса. Единоборство ближе всего к боевым задачам воинов. Дзюдо тоже имеет важное прикладное значение. Но пока в войсках оно развито слабо. Мало инвентаря, квалифицированных инструкторов, требуется серьезная методическая помощь. В таких поединках, напоминающих уроки рукопашного боя, отрабатываются приемы нападения и защиты от атак противника. Сила, выносливость, смелость – второе оружие в руках воина. В бою, говорили на фронте, каждый воин-спортсмен стоит нескольких рядовых бойцов. А взвод спортсменов надежнее батальона. Мы долго рапортовали, что не часть корабль, все разрядники, значкисты. В отчетах все выглядело гладко. На поверку часто выходило иначе. Неумение плавать ставит под угрозу выполнение задач по форсированию рек и водоемов. Слабая выносливость оказывается на качестве полевых занятий, не позволяет выдерживать напряжение дальних морских походов и боевых дежурств. Недостатки физической закалки заставляли задуматься. Надежен ли солдат? Способен ли овладеть качествами и навыками, гарантирующими умелые действия в бою? Сегодняшняя армия и силы флота – концентрация всего самого передового, что есть в науке и технике. Управление сложными системами требует повышенной физической и морально-психологической закалки. Нелегко выдержать напряжение современного боя. Большое мастерство, выносливость, смелость, сноровка, умение действовать в экстремальных ситуациях требуются от воинов всех видов вооруженных сил. Это отрабатывается в постоянных тренировках. Большое мастерство, выносливость, смелость, сноровка, умение действовать в экстремальных ситуациях. Мы научились готовить чемпионов. Сеул прибавил нам медалей в стрельбе. Но мастера редкие пока гости в войсках, а их ждут. Их помощь необходима. В частях и соединениях командиры порой плохо владеют методикой обучения воинов в стрельбе и штатном оружии. Мало проводится массовых соревнований. Стрельба мимо целей на учениях – строгое напоминание. Армейский спорт не сам по себе. Он должен служить боеспособности армии. Действия штурмовых отрядов, десантных групп требуют особой подготовки. Из Великой Отечественной мы до сих пор черпаем примеры мужества. Герои Советского Союза. Стрелок Лука Тарасов. Марафонец Николай Копылов, командир танковой бригады. Тяжелоатлет Михаил Громов. Один из лучших гимнастов страны – Глеб Бакланов. Эта история – боевая и спортивная слава ЦСКА. Десятки лыжных батальонов были сформированы в годы войны из лучших спортсменов. Их дерзкие рейды наводили ужас на врага. Спорт соткан из мгновений. Каждый старт – дерзание. Олимпийские чемпионы в лыжных гонках – капитан Михаил Девятьяров и лейтенант Алексей Прокуроров. Трехкратный чемпион мира и тоже олимпийский чемпион, биатлонист, старший лейтенант Валерий Медведцев. Ветеранам эта борьба напоминает о почти забытых сейчас гонках патрулей и зимнем многоборье штатных взводов. В них повышалась и полевая выучка, и лыжная подготовка воинов. Воинское мастерство совершенствуется и в кроссах, и в марш-бросках, других специальных тренировках. Для хоккеистов ЦСКА – поле, ледовая площадка, и каждый матч – бой. Сколько их было уже у команды, последних, решающих. Многократный чемпион страны. 18 раз выигран Кубок Европы. Казалось бы, можно привыкнуть, но не уемен болельщик ЦСКА. Так он начинался, наш хоккей. Никого не копируя, самобытный, независимый. Легендарный Всеволод Бобров. Анатолий Владимирович Тарасов – стратег, отчаянный фантазер. Он первым бросил вызов канадским профессионалам. И рухнул миф о их непобедимости. Мы воспитывали своих звезд хоккея. Знаменитая тройка Михайлов, Петров, Харламов. Валерий Харламов – офицер, бесстрашный боец. Его били, он не сдавался. Ломали, травмировали. Харламов возвращался. Таким несгибаемым и остался он в памяти народной. Владислав Третьяк – лучший вратарь мира. Как и Харламов – воспитанник своей ЦСКА. Сегодня на тренерском мостике заслуженный тренер СССР – полковник Виктор Тихонов. Ищущий, требовательный наставник. Человек, глубоко преданный хоккею. Ему помогает в работе бывший капитан ЦСКА и сборной подполковник Борис Михайлов. Я, наверное, не открою секрета, что впервые стать чемпионом Олимпийских игр, чемпионом мира, чемпионом Советского Союза легче, чем удерживать это звание почетное на протяжении многих лет, потому что находится все время на виду, ее изучают, с нее берут пример. Поэтому нам намного труднее, чем всем остальным. В этом, конечно, помогает наша армейская закалка. Армейская закалка. Советская сборная в Калгари тоже решала задачу удержать. Из всех наград зимней Олимпиады дороже этой для канадцев не существовало. Это был не просто матч. Для 14-ти армейцев и их товарищей из других клубов не было ничего дороже престижа своей страны. Спорт славит сильных, самых упорных и настойчивых. Катюша Гордеева и Сергей Гриньков. Всеобщие любимцы. Их победы не случайны. Они пришли через победы Ирины Родниной и Александра Зайцева. Дмитрий Белозерчев продолжает эти традиции в гимнастике. Сегодня он носит еще курсантские погоны. Завтра наденет офицерские. Выпускные экзамены. Рубеж, за которым совсем иная мера ответственности. А время торопит с другим экзаменом. Олимпийским. Будет тяжело. Полгода потеряны из-за травмы. Костыли, госпитали. Сомнения врачей о возвращении в спорт. Белозерчев вернулся. И перед Олимпиадой в Сеуле выпускник военного института физической культуры стал абсолютным чемпионом мира. ЦСКА активно использует опыт, накопленный в армиях социалистических стран. Тренеры, специалисты постоянно участвуют в научно-практических конференциях по проблемам физподготовки и спорта. Спортсмены Советской Армии и Военно-Морского Флота выступают во всех соревнованиях дружественных армий. Особое место в их программе занимают старты по прикладным и техническим винам спорта. Будапешт. Чемпионат по парашютному спорту. Не так-то просто с высоты в несколько тысяч метров точно приземлиться в круг диаметром 10 сантиметров. Советским воинам принадлежит большинство рекордов по парашютному спору. Достоин почестей каждый, в ком горит огонь борьбы. Узнаете? Лейтенант Белозерчев. Теперь уже и олимпийский чемпион. Три золотые медали на его счету. Елена Шушунова. Тоже чемпионка игр в Сеуле. Почти половина олимпийских медалей, завоеванных в Калгари и Сеуле, у спортсменов армии и флота. Осмысливая пройденный путь, мы ищем дорогу в будущее. Она труднее предыдущих. Тот самый новый олимпийский рубеж, который еще предстоит одолеть. Победы молодых, они ожидаемы и логичны. Но какой ценой измерить победы ветеранов? В детстве Владимир Сальников заслужил похвалу отца, капитана дальнего плавания. Я взял бы тебя в свою команду. Сейчас в 28 он вновь доказал, что с ним можно идти в разведку. Он победил и возраст, и соперников. Спорт вознаградил майора Сальникова за преданность и честное ему служение. Впереди новые старты. Эти ребята – будущее нашего спорта. Им шагать в 21 век. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok